Приветствую всех друзей, вы на канале Shadow Lil Play, меня зовут Митти, друзья, мы продолжаем с вами Divinity Original Sin 2, приехал я на Госпожу Месть в чертоге Эха и решил немножко распородаться, а тут у нас кое-что изменилось, во-первых, во-первых, смотрите, появился флажок, Таркин что-то там хочет нам сказать по поводу, наверное, его меча, который он делал на Фемы, и плюс, когда я продавал Гаррету различные вещички, появился вот этот вот диалог по поводу прошлого нашего сражения с Короном, который был заточен в клетке, бывший избранный, которого мы убили еле-еле в прошлой серии, спросить его о Короне по прозвищу Ошибка, признает ли он свою вину за эту величайшую глупость Искателей? Мы были наивны, нам нужно было вознесение Пробужденного, и мы полагали, что раз Пробужденный, значит заслуживает вознесения, эта глупость к дороге нам обошлась, многие погибли, но ошибка не вознесся, спасибо Инна Том. Это был болезненный урок, о том, насколько опасен может быть Пробужденный, но раз уж ошибка не сумел вознестись, может Божественность и Фремь открывается лишь достойному, надеюсь это так. Да, Пробужденный? Заверить его, что второй раз он ту же ошибку не сделает, сказать ему, что Корон по прозвищу Ошибка мертв, он выдыхает с видимым облегчением. Это ужасная история, которая не делает чести никому из нас, но по крайней мере эта история завершилась, а твоя продолжается, и за это я тебе благодарен, надеюсь мы не допустим прежних ошибок повторно. Фух, а че там нормально, да? Гигантская руна пламени, военное дело, пирокинетика, это нам не пригодится, инициатива движения тоже не пригодится, воровство, шанс, крита, сила 14 не пригодится, это только пойдет. Слушайте, хоть бы квест обозначили над Гарретом, случайно нашел эту ветку диалога, и то потому, что просто продавал предмет, так бы я к нему и не подходил. Зато получили гигантскую руну. Пробужденный, чем могу помочь? Упомянуть Корона по прозвищу Ошибку, а значит, что при звуках этого имени лицо Гаррета исказится от ужаса. Сегодня в мире мало поводов для торжества и много для сожалений, но смерть Корона пробужденного не то и не другое, разве что облегчение для всех, кто о нем знает, для меня это именно так. Ступай с честью. Ладно. Оторвали на халяву руну. Эти ребята, ничего нам сказать не хочет Микаль. Ладно. Пошли к Таркену. У него горит какой-то квест, и с ним явно надо побеседовать. Здравствуй, Таркен. На всякий случай. А то мало ли. Я, кстати, повысил уровень, который нам повысили в прошлой серии. Ну, вернее, добавил очки. Разбросал все по стандарту, там ничего интересного не было. Я смотрю, вам полюбилась моя компания, пробужденный, что нужно. Спросите, как скоро будет готова Анафема. Подождите, сказать, что вам известна его роль в воскрешении Вредемана, или, если угодно, Короля Брака. Опа. Интересно. Как там Анафема, ладно. Какие шедевры торопить нельзя? Будет готова, когда я все сделаю? Ну, тогда про Вредемана. Давайте попробуем задать ему вот этот вопрос. Я думал, с Анафемой квест связан. Нет, не с Анафемой. Таркин сжимает зубы. Я изучаю самые разные направления, некромантия входит в их число. Но виновен ли я в том, что у меня талант? Виновен ли я в том, что у меня не было выбора, кроме как применить свои способности против моей воли? Ответить, что он вернул жизнь одного из величайших тиранов, что когда-либо жили в нашем мире. Как ни крути, простить такое невозможно. Согласиться с тем, что он не виноват, если его действительно принудили вернуть брак к жизни. Давайте его оставим, не будем его терять. А то сейчас у нас еще бой начнется здесь на корабле. Такова была воля Далисы, и я не мог ей противиться. Она хотела использовать брака, чтобы найти это ран, использовать короля тиранов в качестве собаки-ящейки, чтобы заполучить мощнейший механизм очистки от истока, который только видел этот мир. Он думает, что может управлять им. Она ошибается, такое создание всегда найдет способ разбить свои оковы. Его нужно уничтожить. Для этого я и занялся поисками частей Анафемы. Это единственное, что может покончить с этим. Врождение короля. Существует нам Анафему уже сделали. Как превзойти величайшее достижение некроманта в истории? Обратите его вспять. Вот, берите Анафему. Храните ее, как зеницу ока. Без нее вы ничто перед браком. Нифига себе зашел распродаться на корабль. А себе не зашел и пошел бы без меча на брака. Так, падение Молдали собирается отнести Этеран к гробнице Люциана под собором. Она использует его, чтобы высосать исток из мыслов жижшего божественного. Лорд Арху может знать, как проникнуть в гробницу Люциана. Что там обновилось? Обещание о вечности. Мне удалось изготовить древний артефакт Косу Избавительницу. Говорят, что с ее помощью можно порвать любой магический договор, даже завет. А почему здесь Коса Избавительница? Анафема это что, она что ли? Мы уже делали Косу Избавительницу и отдали ее. А где она? А, вот она, Анафема. Двуручный меч. Пипец. Пипец просто. Ну почему ты двуручный? Скажи мне, пожалуйста. Починить невозможно. Хрупкая. Запас прочности. А, на один удар всего, смотрите. Согласно легенде, это древнее оружие было способно одолеть даже Великого Короля Брака. Короче, была такая фишка в первом Дивините. Там тоже был меч, который можно было использовать только один раз. Сюда можно еще руну, кстати, вставить. Я его сохраню. Наверное, с одного удара можно брака будет. Либо убить, либо хотя бы ослабить. Была такая фишка. Поэтому хорошо, что я на прочность взглянул. Сейчас бы было не очень весело. Очень хрупкий написано. Ладно, возвращаемся в канализацию. Там, где мы с вами и закончили в прошлой серии. Городская стоки. Теперь мы пойдем прямо. Это мы зашли налево, убили корона в прошлой серии. А теперь пойдем прямо, где нашли проход. Еще глубже в канализацию. Блин, а нафема неплоха. Только надо успеть ударить бракой. Только кто будет бить. Ну, я, конечно. Силы мне хватит. Думаю, вполне. Так, сохраняемся. Поехали. Так, вот это место. Насколько велика она, не знаю. Но, судя по возвышенностям, вполне возможен бой. Да нет, огромная канализация. Огромная. Ну и хорошо. Может, что-то найдем интересное. Так, для начала давайте приведем в порядок наш инвентарь. Потому что мы тут много чего распродали. У нас уже 120 тысяч денег. Неплохая сумма, да? Я пока ничего не покупаю, потому что неплохо и так выпадает. Мы уже столько боев провели в Арксе, что... И нашли практически все нужные нам предметы. Но деньги я коплю. Может быть, что-то очень уникальное. Я увижу у продавца, и тогда потрачу деньги. На него. На тот предмет, который мне понравится. А, призрака вижу. Что он там делает? Еще одна канала, еще ниже, что ли? Я слышу голоса, но слова не разобрать. А это что такое? Сохранение? Опа! Летающий паук? Опять меня, мать его, сохранили во время боя. Вторжение. Что это за хрень? Персонаж вынашивает себе яйцо. Когда действует эффект заклончивости, или после смерти персонажа, из яйца вылупится опасный монстр. Снимается благословением, регенерацией, навыками, ритуал исцеления, очищения ран. Такого у нас нет, но есть благословение. Через сколько? Два хода? Хорошо, посмотрим. Так это нам в каждого из нас сейчас засунуть. Туманный ползун. Тронутый пустотой ползун. Ничего себе мощные какие, ребята. Таких тут до хрена. Четыре. Ладно, давайте этого ползуна сюда поближе. Или этого подальше? Нет, давайте этого подальше. Куда мы его подальше? Мы его подальше никуда не засунем. Тут уже следующий на подходе. Ладно, давай поближе. Сюда давай его. Четыреста брони убрали. Нихрена себе у него брони. Тут не физику надо убирать. Тут надо было... Ну ладно. Давай. Все по стандарту. Мочи. Пятьсот. Еще чуть-чуть бы было бы вообще замечательно. Но пока никак. Ладно. Пока конец хода. Сейчас опять меня что-то засунуло. Заражение. Так. Он заблокирован. Он не может пройти. Это хорошо. С одной стороны. Благословение. Спиритизм. Нет, не то. Благословение только у меня что ли есть? Остальные не владеют им? Там надо эту Сибилу спасать. Ну до меня дойдет. Я конечно сделаю это дело. Так. Убираем ему физику. Рикошетом пойдет, нет? Может и пойдет. Нет, не пойдет. Снимаем физику. Все, физики нет. Отлично. Аккуратно. Заражение. Мы все заражены. Песец. Все заражены. Все отравлены. Но Фейн по-моему счастлив. Купаться в плетение паутины. Хорошие бойцы пошли. Так. Ты у нас парень. Вот эту физику надо было разрывать его нахрен. Ладно. Мы сейчас бросим сюда бомбу. Ты у нас тоже не особо, да? Держи этого парня. И держи этого парня. Связь душ. Нагодится. Мочи его. Рви его. Он теперь твой. Еще один паук. Опять паутина. Опять яд. Ну Фейн попал в нужную область. Фейн у нас будет не убить. Я не знаю, правда, что это за яйца у меня на спине сейчас. И какие последствия будут после появления этих яиц. У меня есть благословения. Я могу снять. Например, Сибилы. Он у нас скоро родит у нас, да? Сибила скоро родит? Да у нас все скоро родят. Ну, давай. Ну, давай. Так, монстр появится или что с ним будет делать? Очищение ран. Или просто давайте добьем нафиг, пока есть возможность. Ладно, давайте попробуем, посмотрим, что будет, какой итог будет. Не буду я пока себя очищать. Я думаю, нас не убежат с одного удара. Давайте волка сюда. Все, мы перекрыли их всех. Этот уже горит. Хорошо. Так, есть. Сибила. Этого я могу в петуха превратить, если надо. На хрен он нам нужен? А он у нас парализованный, что ли? Замерзший. Отлично. Давай. Нет, всем, наверное, вдохновение. Подождите, давайте Сибиле дадим. Броню физическую лично. Волчара. Жестокий укус. Хорош. Хорош. Замерзший. Так. Вот этот парень владеет физической броней. Но нам надо как-то их разрывать на части, на запчасти. Что сейчас будет, когда она родит монстра? Вот это мне больше всего интересно. Ну, тут закрыто. Тут болезнь. Болезнь, наверное, не действует на паука, да? Насколько я понимаю. Замерзший. Постоянное окружение. Невосприимчив. Оглушение. Отравление. Ужас. Кровотечение. Окаменение. Провокация. Сон. Кислота. Порча. Шок. В паутине. Короче, ко всему на свете он невосприимчив. Оглушение тоже? Да, оглушение тоже не работает. Молодцы, ребята. Так, держать. Ну, давай болезнь сделаем. Болезнь тоже, по-моему, не работает. Нет, болезнь работает. Нельзя двигаться в паутине. Да я особо не двигаюсь в паутине. Давай этого. У нас тут магию не любим, говорят, да? Давай. Рожь. Пусть горит. Решил пойти в обход, парень. Или куда он пошел, я не знаю. Но это хорошо, что подальше от нас. Это здорово. Болчара. Рви его. Решил. Хорош. А, так и по возможности. Бьет нас кислотой. Хорош. Так, лоуси. Вот эта тварь должна умереть. Чем быстрее, тем лучше. Магическая броня у нас у всех есть. Здоровья еще как-то держимся. Поэтому. Вихер стрел. Ну давай, вихер стрел. Покажи ему как надо. Хорош нафиг. Паука убили с одного раза, но мы все загорелись. Вихер стрел был с огоньком. Два раза. Хорошо. Криогенный стазис. Восстанавливаем броню. Давай. Все восстанавливают броню. Паук. Получите. Кровотечение не действует. Сейчас будет взрыв. Но у нас броня восстанавливается. Поэтому не страшно. А мы родим монстра сегодня, нет? По идее уже должны были. Я уже хочу посмотреть на первенца нашу. Как он будет выглядеть у нас. Наш первенец. Так. Ну ладно. Тут ничего нет такого интересного. Заклинание надо раньше, наверное, искать. Ладно. Мы все с нетерпением все-таки ждем. Кто же у нас родится-то? Ритуал исцеления. Очищение ран. Длительность один ход. Наверное, появится такой же паук, мне кажется, да? Ну, одного мы убили. Чуть-чуть легче стало. За вторым погоняется волк. Призрак помог бы, дух заключенного. Ладно, Фейн, давай. Твой выход. Я думаю, этого пора в петуха превращать. Хорош. А, давай адреналинушку. А ты где вообще? Фейн? Фейн, твою дивизию. Ты бросил. И не то нажал. Ладно, давай, в любом случае адреналинушку. И не то заклинание нажал. Они похожи просто. Рядом находятся еще у меня. Ну, давай еще раз. Теперь уже нормально. И в петуха. Отлично. Ну, все, пока больше ничего не делай. Внимание. Мы кого-то родили. Или еще нет? Да, родили. Вот появился, смотрите. Жучок появился. Туманный паучок. Его-то нам тут и не хватало. Этого туманного паучка. В общем, с ним, я думаю, разберутся. А мне надо добивать вот этих вот ублюдков. Я иду. Мы с волком займемся этими ребятами. Привет. Блин, волк, прости. А там что у нас? Что-то было. Что-то загорелось. Он у нас без брони, поэтому его... Нокдаун действует на него. Поэтому все окей. Нокдаун действует и хорошо действует. Все, лежим. Что у нас со здоровьем? Давайте, наверное, всем воодушевление. Особенно волку, наверное, надо. Да нет, пока не надо. Пока я не пришел, у него все в порядке было. Ладно, оставляем пока так. Мочи его, инкарнат. Ни в чем себе не отказывай. Паук горит. Мимо. О, и фейн родил. И я родил. Смотрите, у нас пополненница. Сразу трое родили. Маленьких паук. Но это не самое страшное. Я думал, что-то по ужасней будет. Да, фейна можете поливать этим ядом. Поливайте. А вот это не надо делать, да. Но он, правда, сразу и лечится. Сюда, короче, одного фейна можно было забросить. И вообще нечем не волноваться. Сейчас еще Сибила родит. Еще одного, походу. У нас четверо будет, да. Я вот думаю, что делать. Надо вот этих добивать. Тут зажали немножко. Но фейна, я думаю, не пропадет. Тут просто курица. У нас сейчас же превратится. Они горят все, да. Фейн, прости, но мне надо... Ну ладно, давай так. Давай так. И, и, и. И можем, можем. Добьешь. Путь перекрыт. Шансов мало. Оглушение не работает. Но шок никто не отменял у нас с вами. Так, курица пытается бежать. Бежит в правильном направлении. Там у меня сейчас лоуси будет стрелять. Волк. Этот в нокдауне лежит. Давай, кусай вот этого, заразу. Все, волк души умер. Слушайте, там пустота появ... Этот умирает и пустота появляется. Многвенная смерть для живого. Ни хрена себе паучки. Их вообще нельзя убивать. Но фейн только не пострадает ему похрена. Ничего себе. Так я рядом стою вообще в метре. Ребята, давайте их кончать уже. Это опасно, ребята. Кажется, этот паучок туман смерти приносит. Нифига себе поворот. А, так со всех туман смерти. Ни черташ себе. Фейн сейчас бы умер уже, прикиньте. Это просто фейн здесь стоит. Инкарнат умрет, если подойдет. Фейн, короче, это твой парень. Я не знаю, что ты с ним будешь делать. Но тебе туман смерти единственному похрен. Блин, у него бронишь до хрена. Чем его бить-то? Урона воздухом. Бросок кинжалов каждого. А может его это, подчинить? Очарование. Давайте его подчиним. Очарование работает, шикарно. Так, главное не вступить сейчас никуда. Не двигайся. Продолжай его избивать. Ты правда умрешь, мне кажется. Хорош, 800 осталось. Одна осталась. Я ничего не могу сделать. Как этот туман смерти убрать? Хоть бы два шага, наверное, надо сделать. Ладно, не двигайся. Он, я надеюсь, не будет распространяться. Одно очко оставь при себе. У нас там еще не все потеря на конец хода. Так, инкарнат помрет. Такие эти помрут, смотрите. Тут тоже родили. Господина. Все, Сибила умерла? Нет, Сибила каким-то образом на краю осталась, прикиньте. Нет, умерла. А вот в чем и фишечка, да? Вот в чем фишечка и опасность этого мероприятия. Так я сейчас тоже умру. С таким подходом. Так тут все сейчас умрут. Кроме фейна. Куда-нибудь повыше можно залезть? Или подальше, или повыше, или пофиг, пофиг, куда? Короче. Дело дрянь. Я же умру тоже. Туманный ползун. Хотя, по-моему, туманный ползун, тронутый пустотой ползун. Обычные ползуны не дают, наверное, тумана смерти, да? Ладно, давай сюда прыгай. Хотя бы с огня уйдем. Как меня спасти, не знаю. Все, я умер? У вас здесь свет ума на смерти, один ход. Да, я сейчас умру. Фейн. Я не знаю как, но ты должен его убить. Тебе туман смерти до одного места. А че я не умираю, интересно? Не знаю. Это мне непонятно. Давай ему сухожилие. Хорош. Ну и все. Дальше ждем. Да, я-то уже умер. Охеренно, битвечка. Внимание, он не попадает. Охеренно, битв. Отравление его лечит. Туман смерти ему. Фейн. Ты самый полезный человек в нашей команде в данный момент. Самый полезный. Стой и лечись просто. Не обращай ни на кого внимания. Убей эту собаку. Это на самом деле последний, кто остался, да? С кем нужно разобраться. Но он очень мощный, туманный паучок. Хорошо, что Фейн стоит в ядовитом облаке. Смотрите, он сразу же и лечится. Ох. Ладно, давай. Тут уже осталось, то есть, и вот они еще на самом деле. Все, победа. И Фейн не умер. Фейн свободно себя чувствует. А с Лоуси... И Лоуси свободно себя чувствует. Все, бой закончен? Да, бой закончен. Неплохо повеселились. Хорошо, что Лоуси не побежала к Фейну. Интересно, туман смерти. Рассеется сам. Это возможно вообще? Пять ходов. Через пять ходов он рассеется. Ох, неплохой бой был. Неплохой. Но у нас был Джокер. Его зовут... Фейн. Еще два хода, и можем воскрешаться и ходить собирать, если будет что собрать. С туманных паучков. Ничего себе канализация. Я думал, простой бой такой будет. А тут хренась. Два трупа. Ну, давай, Лоуси. Я много там заклинаний покупал. Одиннадцать штук. Как чувствовал. Ну, конечно же, сначала меня. Конечно, надо было, да, действовать по-другому. Но я думал, может, меня минет это все дело. Но как-то мимо меня оно не прошло. Все белушка. Мне больше всего нравится, что здесь не надо собирать после смерти предметы. Как это в других играх было. Как тебя убивают и начинаешь все заново на себя напяливать. Ох, это было весело. Часами одеваешься, раздеваешься. Короче, мы победили. Несмотря ни на что. Ну, мы и без фейнов, конечно, победили. У меня Лоуси еще выжила. Слизь и лапка. Неплохие ребята. Неплохие. Еще бы с них что-то... О, дверь есть даже. О, а куда эта дверь? Еще ее не вижу. А почему никто ее больше не видит? А если бы я не навел случайно на нее? Это кровь проклятая, а нет, обычная. Тронутый пустотой паучок. Уроды. Неплохой бой был. Главное, неожиданный. А я думаю, так легко-то, что этих пауков-то расталкивать. А ну вот тебе, туман смерти. Еще и два трупа сразу. Так, я сохраняюсь. Пошли посмотрим, что там за дверь. Или сначала с трупом поговорим. Ой, с призраком. Давайте попробуем. Связана вас с повязкой на глазах. Вас тащат во тьме. Вонь подсказывает вам, что вы в канализации. Ваши похитители-гномы молчат. И вдруг легкий шум, будто лезвие стучат по камням. Ваши похитители замирают. Вопли разрывают тьму пропавшую за ключом. Наступает тишина. А затем опять этот звук палочек, танцующих по камням. Вы срываете повязку с глаз и тут же жалеете об этом. Над вами нависает огромный паук. Его челюсти смыкаются на вашем лице. Конец. Сказки. Тут еще много жертв, кстати. Тут все в пауках. Интересно, сколько мы еще боев проведем. Тут вообще куча ловушек. Нормально тут у них. Нормально. Ладно. Эту канализацию мы будем исследовать, наверное, в серии 5. Сейчас туманного паучка еще огрею. А могу я высосать с паука? Могу. И с маленького могу. Давай, мне одну очку и столько надо вернуть. И лоуси тоже. Все. Пошли посмотрим, что за скрытая дверь. О, большая бутылка. Двуручечный топор. Стоит 1700. Как вам цена? Быстрое сохранение. Что это за дверь? Да, она увидела, когда я ее уже открыл. Тут темновато. Здесь тремновато. Рержавый ритуальный кинжал. Что тут делали? Движа ровня. Свечи. Сейчас чувствую, что кого-то пригласим в наш мир. И что тут? Дух какой-то сидит. Хм. Интересное местечко. Но бесполезно. А тут нет больше таких. Блин, а тут трупов столько. Я их и не увидел, когда сюда шел. Воу. Смотрите, как кокон прорисовали. Огромный фиолетовый. Ужасный. Тут ничего нет. Ну, тут, по-моему, ничего. Подождите, трупы. Кости. Их мы проверим. Заключенные здесь и пропали. Ну, и что, пауки напали? Руна мороза. 11 монеток. Тут еще проход. Мертвый гном вор. Закрытая дверь. Наверное, открытая. А что сюда ведет? Тоже какая-то дверь. Ладно, с этим мы будем разбираться. Постепенно. Что тут? Что? Мне показалось, там впереди были отсветы фактелов. Ну, мы кого-то видим уже. Крыса. Ох, а дальше кровища-то сколько? Посмотрите, сколько тут всего. Ну, да. И тут что-то, и там что-то. Ладно. Пошли тогда еще слева дверь посмотрим. Тут-то понятно. Через эту дверь пытался войти гном, и он валяется сейчас мертвым. Какие-то трубы. Синий желчник. Минуту. Неопознанный амулет. Вот тебе в скелете. Вообще не видно было. Восприятие, призывание, телекинез и убеждение. Убеждение, прикиньте. Убеждение. Это у меня шесть сейчас может быть. Это очень редкая вообще характеристика для каких-либо предметов. Нифига себе. Жалко, что сюда не вставишь этот камень. Короче, эту вещь в сундук. Эту вещь обязательно в сундук. Я буду ей пользоваться. А вот у меня тут дырка какая-то. Если найду. Если мне нужно будет убеждение, я кого угодно смогу убедить. Потому что у меня шесть можно сделать. Я бы поменял, но мне нравится мое, там телосложение дается. Плюс руна еще торчит. Это очень редкий предмет. Я, по крайней мере, не встречал, наверное, в этой игре, чтобы был предмет с характеристикой убеждения. А убеждение, как мы знаем, решает 50% квестов без боя. И с дополнительным опытом. Ладно, что это за дверь? И зачем мне эта дверь? И зачем мне эта дверь? Тут вообще склады какие-то. Контейнер с туманом смерти. А, они его здесь выгрузили. Ни черта себе. Они его тут выгрузили просто. Вот куда он прибыл. В канализацию. Ё-моё. Назад. Тут еще одна дверь. Тут мы проходим сюда. Открываем эту дверь. В общем, система, да. Система АХБ. Ходить долго. Пошли зайдем в контейнеры тумана смерти. Может, там кто-то есть. Там крыса бегала. Похоже на груз смиротворца. Мордус был прав. Груз направлялся в Аркс. Да, мы уже паучков попробовали. Так, этот руна мороза еще не смотрел. Чтобы добыть все руны мороза, надо использовать метаморфозы. Холод волшебной пыли, металл. И часть обретения руны настал. Так. Что там по квесту? Пропавший заключенный в доме заманили одного из пропавших заключенных в канализацию под Арксом. И... Туман смерти сгущается. В канализации спрятан большой запас тумана смерти. Может, давайте его расхреначим. И это сделает фень. Ему-то, сорно, ничего не будет. Тронутый что? Желтый паггар? А, это рыба. Так, тут крысу я где-то видел. Вот она. Что это? Мы нашли еще одну дверь. Сейчас я с крысой поговорю. Пи, вы только посмотрите. Еще один слонозавр в наш цирк. Цирк? Спросите, что он имеет в виду? Восьминоги-мамии, ящиковые гномы, шувшивые детки, как еще это все назвать? Сказать, что вам интересно узнать про восьминогих-мамей. Пауки размером, что твоя голова, они больше, и запросто вырастят внутри себя свою детку, если ты не будешь очень-очень-очень осторожен. Попросите рассказать о ящиковых гномах. Или ящиковых. А что тут рассказывать? Шумная компашка гномов тащила сюда огромную компашку ящиков, а наружу ни один не вышел. Хамьё. Сказать, что вы никогда не слышали о шувшивых детках. Шумные, шустрые, шувшивые детки вечно шуршат туда-сюда. Я уж думаю, капканы ставить, посмотреть, кого изловлю. Короче, ну, пауков мы уже встретили, гномы, я так понял, подохли. Так, подожди, а... трогать не стоит их? Ну, наверное, не стоит. 200 килограмм. Ну, да. Разбивать, я думаю, тоже, да? Не самая лучшая идея. Тронутый желтый пагар. Ну, давай его возьмем. Зачем эту рыбу здесь примостили? Так, перчатки. Убалденные перчатки, надеюсь. Телекинез, инициатива, шанс крита. Но это не на меня перчатки. Воровство, инициатива, шанс крита. Плюс есть еще телекинез. Но теряется воровством. Сопротивление, телекинез, шанс крита. Вот, мы наконец-то нашли нормальные перчатки для нее. Но, правда, потеряется магическая броня, сопротивление огню. Да нет, сомнительные перчатки. Телекинез потеряет сопротивление земле и огню, и шанс крита. Плюс 2%. Нет, не то. Ну, в любом случае, спасибо. Продойдем. Так, что тут еще? Еще какая-то дверь. Еще более Ловушечную комнату. Нифига тут. И тут нифига. Рогатик. О, меня уже увидели. Как они четко видят-то? Это надо отключать. Ладно, пошли посмотрим, что в стене. Нихренасть, тут кто-то есть. Мидоу. Мы нашли их. А это кто? Тарк? Ор, тролль. Пом-пом-пом. Пом-пом. Ха-ха. А, да. Ничего себе, Латиф. А кто эти люди? Если это люди? Кто-то про них крыса рассказывал? Ну, пошли побеседуем. Закрылись в канализации и обитают. Брать ничего нельзя, все красное. Даже тряпку нельзя брать. Тебе ж чего? Девочка смотрит вам прямо в глаза, она не улыбается, не хмурится и уж точно не выглядит застенчивой. Поздороваться с маленькой девочкой, а затем спросить, что она здесь сделает. Я здесь живу, дурак, а ты нет. Мне надо это обдумать. Она обдумывает ваши слова. Ха, сюда ты добрался, но не отпускать же тебя. А вдруг ты кому-нибудь расскажешь? Так не пойдет. Нет, тебе придется сдохнуть, мой тролль все сделает. Да, так и поступим. Тролль со всем разберется, а тебе конец. Так, у меня есть убеждение, я могу надеть ожерелье и убедить ее, я думаю. Расправить плечи. Предупредить, что ее тролль, возможно, в опасности. Хе-хе-хе. Успех. Ну, может быть, посмотрим. Только смотри, не облажайся. Эй, деньги есть? Спросить, что она продает. Ну, она продает нефтяную каплю. Мастерство охоты, везучийся обмен, сила. Воу. Воу. Сила плюс два. Впервые тоже вижу на ожерелье. На амулете имею ввиду. Обмен мне не нужен. Стойкость, конечно, потеряем. Но приобретем силу, да, ребят. И плюс руну можно переставить. Здоровье и геомантию добавим. Мистическую гигантскую руну можем засунуть. Дайте его купим. Уклонение, обмен, лидерство. Блин, 200. Нихрена себе. Обмен, лидерство, уклонение. Смотрите. Восприятие, потеря, военное дело, одноручное превращение. Но, причине, мне не нужно. Военное дело и одноручное. Вещь хорошая, конечно. А так уклонение 7%. Блин, военное дело и оружие, восприятие, тело сложим. Блин, такой классный пояс, альмейфолин. Я не буду его менять. Хотя хорош. Ничего не скажешь. Хорош. Ладно, давайте вот это за 16 тысяч купим. Очень неплохая вещь. Денег у нас хоть отбавляй. Но за 16 тысяч. 16 тысяч тут, а с лоуси будет 15. 14 даже. Другое дело. Другое дело. А еще можно лоуси набросать то, что мы нашли. Так, а ну давай назад, пока не надо. Всякое, ну знаешь, всякое клевое в основном. Так, мы с ним не поддрались. Все прошло хорошо. Что они тут делают, честно говоря, без понятия. Он на пианино играет, прикиньте. Тролль. Он типа умный, что ли? Типа да. Так, лоуси, а ну давай я тебе все передам. Все, что у меня есть. Заодно и сбросим Деньжище. Королевский гном и топор. Трерчатки какие-то там. Щит королевский тоже неплох. И что-то еще было. Рыба. О, нож. Ну а так все. Ну рыбу еще можно сдать. Так, давай еще поторгуемся. Мне нужно это ожерелье, прости. Простите, девочки, она что знает о ящиках сложенных уходов и ее укрытия? Папка мой как-то сказал, туман смерти сгущается, что порог родного дома это тебе не сортир. Вот у мамка его выставила. Он постель с сортиром перепутал. Эти ящики, они гномов. Мы к ним не лезем, к ящикам, но и гномам тоже. Сказать, что вы волнуетесь из-за троллей. Разве они не опасны? Это наши друзья. Пом-пом может с ними разговаривать. Они не очень умные, но она говорит, что они славные. Да, которых я, если бы не убеждение, сейчас бы убил. Так, давай это. Скидка почти две тысячи. Даже больше двух тысяч. Ну и сбрасываем фигню всякую, которую мы набрали. Тоже, видите, деньги. Денег стоят полторы тысячи. Плюс еще какие-то сапоги у меня были, да? Инициатива телекинез. Давай это тоже сдадим. Хотя телекинез я хотел оставить, мало ли. А где сапоги делись? Тронутый пустотой желтый пагар. Его тоже сдадим. Чего это сказать-то зря. А, у меня не сапоги были. У меня перчатки были. Сапоги я давно продал. Вот это. С инициативой. Ловкость 14. Давай ее продадим. Две тысячи. Пожалуйста. И в итоге 12 тысяч получилось. Ради моего ожерелья. Хорошая вещь. Обмен годящийся. Руками товар не трогай. Как же я его куплю-то, если бы мне его не трогать руками. А где я его купил? Куда его надо? Ушло. На, я его лоуси купил. Е-мое. Лоуси. Верни моё ожерелье. У тебя их и так много. Так, меняем на это. Отбираем вот это. Мистическая гигантская руна камня. Вставляем сюда. Так. Если я добавлю сюда. Сила плюс 2 добавится. И брони плюс 13. Прикиньте. У меня есть руна. Оказывается, могучая средняя руна мастерства еще. Средняя руна мастерства еще две у меня есть. Даже три есть. Очень не объединены вместе. Не знаю. Можно оставить это. Но зачем мне геомантия и здоровье, если лучше силу еще добавить больше. И как раз туда, куда надо. Вот теперь у нас сила, оказывается, добавилась плюс 4. Плюс 2 атаки, плюс 2 руна. Еще и моя монетическая броня плюс 13%. Она мне, в принципе, важна. Отлично. Отличное ожерелье за 16 тысяч. Но в сумме получилось 12. Поэтому нормуль. Не жалуюсь, что его приобрел. Мы стали сильнее. Так, жалко, нельзя сундуки пооткрывать. Ладно. Давайте поговорим с этими троллями. Здравствуй, Лакиф. Спроси, где он научился играть. Не знаю. Шляпы вытащил. Сказать, что вам нравится мелодия. Спасибо. Какой умный. Блин, ничего нельзя взять. Я бы тут все взял бы. Мишка. Мишка, он валяется вообще в другой части. Похлебка. Ну, я бы съел бы чего-нибудь. Привет. Здоров. Тарк. Пом-пом. Как называется бездарной кошачьей стихи? Признаться, что вы не знаете. Как называется бездарной кошачьей стихи? Котастрофа. Хи-хи. А ты тоже что-то продаешь. Понятно. Спросить, не ей ли принадлежит тролль? Он мой друг. Мне он тоже нравится. Но у него нет чувства юмора. И он кошек ест. Спросить, как она смогла приручить тролля? Что? Он не ручной? Совсем не ручной. Спросить, не может ли вы подружиться с троллем? Это вряд ли тролли не любят взрослых. Короче, не я тут главное. Тут всем заправляют Тамора. А мы делаем то, что он скажет. Ну, пока. А кто такой Тамора? Чурбак. Слушай, я его агрессивного и не увидел. Хорошо, что мы с ними не... В битву не... Не вступили. Пошли, там Чурбак еще стоит. Весьма большой, весьма агрессивный. Здравствуйте. Он вообще не разговаривает. А кто Тамора-то у вас? Вот это, что ли? А Миду я ее не увидел. Ты что, прячешься, что ли? Здорово. А, большая Тамора. Это вот эта Тамора. Я думал, кто из вас Тамора? Ты, что ли? Я с Таморой разговариваю. Привет, еще деньги. Спасите девочки, что она знает о ящиках. Сказать, что вы волнуетесь от троллей. Заговорить о ней в обычной картине. И упоминать, что это вторые страсти Люциановы. А, дискартинка это была, да? Да ничего так. Спросите, откуда она у нее. Ну, я-то знаю. Тебе не обязательно знать. Тело сложений. Сказать, что вы хотите послушать эту историю. Наверняка забавная. Успех. Я стащил ее из дома Лорда Кема, ясно? И что? Я вообще только одну взяла. Две остальные были слишком тяжелые. Она нашла картину в доме Лорда Кема. Спроси, где именно. Карта есть? Смотри. Ух ты, мы еще квест продвинули. Тут такую штуку надо потянуть, а потом там бассейн без воды, а в нем люк. Все просто. Предложить купить картину. А, нет. Сказать ей, что для вас это все равно слишком по-детски. Успех. Ладно, забирай. Десять тысяч. Вторые страны страсти Люциановы. Ладно, надо десять тысяч. Не буду торговаться. Забирай свою дурацкую картину, она мне все равно не нужна. Тридцать восемь тысяч. Ни за что, буквально. Конец диалога. Ничего себе, на убеждение выехали. Вот вам и убеждение в игре. Большая Томора сказал, что ящики с туманом смерти в канализации принадлежат к гномам. В канализации спрятан большой запас туманов смерти. Сокровищница. Мы нашли вторые страсти Люциановы. Послухаем, с вами какие-то Кема из тайной комнаты. Что же он скрывает? Оказывается, что у Лорда Кема из коллекции есть оригинал картины «Вторые страсти Люциановы». Копию можно увидеть в соборе. Большая Томора сказал нам, что в саду Лорда Кема есть рычаг, который открывает спуск подземного сокровища. Мы нашли вторые страсти Люциановы. Слышите, закрыто. Квест закрыт. Мы купили картину. Но общий квест еще нет. Так, а зачем нам это? Немного потерял нить. А вот еще куча щитов, картин. Это у кого? Фейна. Так, а кто купил картину-то? Куда она добавилась? А вот она. Картина, на которой запечатлен свет семерых, осиявший с небес божественного лица на его последователях. Так, это не место для того, чтобы его в мусоре держать. Квестовый предмет, походу. Хотя про это не написано. Что он квестовый. Так, Фейн. Отдавай вот это все говно, которое ты носишь. Сейчас мы это продадим. Отдавай лоуси. Я забыл, что у тебя тоже есть товары. Пейзаж. Отравленный фолиант, игла. Но этот меч я ношу с собой, потому что он самый лучший двуручный в игре. Но и не с собой, а его носит Фейн. Воросток или Кинез ты таскаешь сам. Нормально прикупили картину. Квест сразу закрыли. А если бы не закрыли, то тогда бы... Тогда бы пришлось лезть. Так нам и так туда лезть придется. Спросите, девочки, в ящиках разве они не опасны? Все понятно. Сейчас оттолкану еще вот эту штуку. А я думаю, зачем эта локация? А вот для чего. Понятно? Каждая локация что-то несет. Правда, я тот ритуальный не понял камень, который тоже за стеной был. Он-то хоть для чего. Ну смотрите, тысячу налегке. Тысячу налегке. Чисто на самых обычных предметах. Ну все. Я сделал это. Пейзаж и все остальное. Могу здесь еще призраков поискать. Сейчас включится после сохранения. Ну не в нашем случае. Ладно, не буду здесь брать красный. Иначе тролли... С троллями драться, но его нахрен. Они сами себя лечат. Поэтому... Все договорились. За полную стоимость я его купил. Поэтому никаких проблем. Я не вижу больше. Так, тут у нас есть обходной путь, я так понимаю. Если мы не хотим идти сюда... То мы можем зайти с другой стороны. А зачем? Нам-то надо туда. Ладно, друзья. Давайте с этими ловушками разбираться уже в следующей серии. Потому что сейчас тут накрутят разного. А к следующей серии я возьму и забуду. О чем там речь шла. Тут крыса еще одна ходит. Понятно. Тем более тут все в крови. Шипастая ловушка. Ладно, найдем кого-нибудь. Наверное, я пойду первый. Тут же физика, а там, по-моему, магия. Я выдержу. Хотя, может, пойдем и туда. Я пока не понимаю... Всех тонкостей. Куда нам надо прийти? Это мы здесь. Вот тут какая-то еще часть. И тут какой-то гномий приют. Но они не соединены. Видите, каждая из локаций независимая. То есть и тут что-то может быть, и тут. Но тут выходы, скорее всего, в город Аркс. И гномы. Гномы, гномы, которые притащили сюда Туман Смерти. Ну все, на этом все. Спасибо, что смотрели. Друзья, с вами был Дмитрий, канал Shadow Real Play. До новых серий. Диньити Оригинал Син 2. Пока.